МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лина Брысов", было учреждено в недре Государственной Думы, точнее, в исполнительном комитете Госдумы, в ночь 28 февраля 17-го года. То есть это была революционная власть, понятное дело, что нелегитимная в отношении к царскому правительству. Но Синод уже начал наводить мосты с этой революционной власти уже 1-го числа, 1-го марта. То есть Синод непосредственно засылал гонцов туда, в общем, типа, узнать, что, так сказать, новая власть хочет. Ну, в общем, какие-то стали искать точки соприкосновения. И 2-го марта днем также был заслан гонец. То есть это такое стремление было, в общем, такое конкретное. И была установлена договоренность. Это я установил, значит, по одному найденному мной в архиве Синода, который в Петербурге. Была установлена договоренность. Суть ее сводилась к следующему. Что духовенство говорило, то есть Синод, что, так сказать, мы хотим, чтобы временное правительство дало нам свободу церковного управления, чтобы мы самоопределялись, самоуправлялись, то есть какая форма власти в церкви должна быть, в общем, внутренне церковные дела, чтобы государственная власть не вмешивала наши дела. А за это мы вам, временному правительству, можем привести вас, легитимировать вашу власть. То есть привести народ к присяге, выпустить, объявить о законности власть, ну, то есть легитимировать, принять какие-то меры. И, в общем-то, и другие меры, которые вы нам предложите. Прямо так и говорил, что совершить там, мы готовы другие акты, необходимые по мнению правительства для, там, чего-то, для утихомирения страстей и, в общем, для легитимации. И эта договоренность была застигнута до отречения Николая Второго. То есть это, значит, непосредственно, если такой, скажем так, духовенство участвовало в антимонархическом сговоре, скажем так. 3 марта узловая точка. То есть Россия, оказавшись на развилке, как здесь, значит, быть ей монархией или республикой, как здесь себя повел высший орган церковного управления. Он сделал все, там, по его, ну, все не все, но предпринял максимум своих полномочий и целый комплекс мер сделал, чтобы снять вопрос о монархии из общественно-политического сознания паства. То есть идею о монархии он просто предпредал забвению. Что вот о монархии вообще не вспоминаем. Есть республиканская форма правления, пусть народ выбирает какую-то парламентскую, президентскую республику. Мы благословим любую власть, которая, значит, будет хорошо относиться к православной церкви. Но только не монархии. Так вот, какие меры принял Синод? Уже 4 марта председатель Синода, точнее говоря, не председатель, а первенствующий член Синода, митрополит Владимир, он стал рассылать по епархиям, по российским телеграмму, что прекращаем молитву о царствовавшем доме и начинаем молиться о благоверном временном правительстве. И этот же, этот тезис был многократно повторен и 6 марта, и 7, и 8, и 18 и так далее марта. Суть, значит, была принята серия определений о прекращении молитв за царскую власть. Была введена, значит, формула, формула молитв установилась о богохранении по державе российской и благоверном временном правительстве и я. То есть вся пасха стала молиться. В постановлении Синода от 6 марта 17-го года говорилось, что дом Романовых царствовавшим. В прошедшее время стало упоминаться царствовавшим. То есть как в прошедшем времени. Дело в том, что дом Романовых не отрекался от престола. То есть Михаил Александрович перенес вопрос о форме управления на рассмотренную учительного собрания, во-первых. Во-вторых, мы уже говорили, что Павел I в 1797 году издал закон о престолонаследии. И каждый член дома Романовых имел в той или иной степени права на престол. И этот порядок престолонаследия был расписан. Дом Романовых на начало 17-го года насчитывал 82 или 83 человека, не помню точно, но очень больше 80 десятков. Если бы каждый... Что такое дом Романовых отрекся от престола? Необходимо, чтобы каждый написал там рукописание, что я не претендую на престол, пусть переходит там к следующему, покуда вся эта цепочка не прекратится. Понятное дело, что не было ни одного такого свидетельства. Ну, кроме там Николая II, из-за себя сына передал брату Михаилу Александровичу. То есть, получается, дом Романовых, во-первых, не отрекался от престола, и Михаил Александрович, тем более, не отрекался, он перенес вопрос о форме власти на, значит, повторюсь, на рассмотрение учительного собрания. То есть, дом Романовых и был, и продолжал быть царствующим домом. Но Синод стал упоминать его царство вовшим в прошедшем времени. Значит, было введено вот это моление о богохранении державе Российской и благоверном время правительства и яд. Титул благоверный, благоверное время правительства, это царский титул. До 17-го года, до марта 17-го года, им поминался на богослужениях наследник престола. То есть, молитвы в церкви звучали о благочестившем, самодержавнейшем великому государю нашим императоре. И, ну, там, императрицы поопоминались. А наследник был о благоверном наследнике цесаревича Алексея Николаевича. То есть, благоверный это сакральный титул церковный. Причем, в Московской Руси это был титул самих царей, и в Изантийской империи это был титул императора. То есть, сакральный титул никто не мог понятное дело называться благоверным. Благоверный только император. Ну, или, соответственно, там, изледних престолов. Но, тем не менее, сакральный титул был усвоен времену правительству. Тем самым, можно сказать, что времену правительства было в чем-то сакрализованным синодом. 7-8 марта, просто определение, датировано двумя численными, 7-8, потом 18 марта об изгненении двухсотинных чинов и молитвословий, было принято специальное определение, которые непосредственно в конкретных молитвословиях вносились эти самые изменения. Так вот, один тропарь утренний, ну, тропарь определенное церковное песнопение, до 17-го года, ну, соответственно, до марта 17-го года, в нем звучало «Пресвятая Богородица, спаси благоверного императора нашего, ему же повелело и си правити». То есть, «Спаси благоверного императора нашего, ему повелело править». А стало звучать с 7-го, 8-го марта 17-го года по распоряжению Синода, «Пресвятая Богородица, спаси благоверное временное правительство наше, ему же повелело и си правити». То есть, получается, что временному правительству Господь Бог или Божья Матерь повелело править. И это звучало по всем церквям Российской империи. А поскольку церковное песнопение это определенный, если говорить со временем, определенный пиар, то есть, если люди постоянно слышат, что «Пресвятая Богородица, спаси благоверного временного правительства наше, ему же приделось и править». И так изо дня в день и несколько раз в день. Причем, кстати говоря, этот не только был тропарь утренний, а этот же тропарь он еще пелся на ряде песнопений во время войны. Ну, в общем, во время брони. Брони, так сказать, касаемо, то есть, войны. А поскольку шла Первая мировая война, и вот на всех молитвах за победу русского оружия вот этот тропарь тоже пелся. То есть, его слышали в армии широко, ну, в общем, средство пиара. Дело в том, что с мест, я обнаружил в архиве множество телеграмм, писем в Синод. Люди спрашивали, обращались к священникам, приходским, а священникам уже, соответственно, направляя вопросы в Синод. Как быть пастве? Вот, так сказать, сложились все политических условия. Дело в том, что все население, ну, там, мужского пола, достигших 14 лет, давало присягу на верность императору. То есть, была вернополническая присяга. 6 марта, 6 марта, Синод распорядился, утвердил новую форму присяги, наверное, свердил правительству, и распорядился, чтобы народ присягал во время правительства. Но прежняя форма присяги, она не была отменена, изменена, так сказать, предназабвение. То есть, народ был связан вернополнической присягой, а ему, говорят, Синод сказал, что давайте присягать во время правительства. И вот масса вот этих писем, телеграмм, масса свердится о том, что люди не знали, куда деваться. Как? Как быть? Синод оставил все эти письма, вопросы, телеграмм, в общем, оставил без ответа, без ответа, без реакции. Таким образом, можно говорить, что цепочка клятвопреступления, то есть, народ попал под клятвопреступление. То есть, в принципе, Синод благословил народ на клятвопреступление. То есть, была одна присяга, ну, давайте другую присягать. Соответственно, следующее клятвопреступление какое было? Можно сказать, было при большевиках, что когда пришли большевики, давайте присягать уже нашей, новой власти. Можно было бы сказать, что я присягал, так сказать, царю, вам уже, дорогие большевики, я не буду присягать. Можно было бы. Но когда никто никого не заставлял, сами же, в марте 17-го года, раз нарушили присягу, ну, потом большевики, второй раз, можно давать большевикам, И то же самое в 1991 году, что вся армия присягала СССР, защищать Родину до последней капли крови, в 1991 году, что не стал СССР, ну давайте, никто же не поднялся на защиту СССР, и в принципе это можно рассматривать как клитвопреступление, но, ну понятно, что там грех, светская присяга была, в принципе, оправдать, конечно, можно что-то, но если просто все эти клитвопреступления поставить там в цепочку, получается, что в основе первого клитвопреступления благословение Синода, то здесь стоит, так сказать, в марте 17-го года, это высший орган церковного управления. Сейчас вот много звучат всякие слова, ну или уже чуть поменьше, чем раньше, ну там в 90-е годы, что надо каяться, вот там народу за убийство царя, за убийство, а не за свержение монархии. А я считаю, что надо, ну не то, что каяться, надо что-то сделать, опять же, духовенству, вот в плане разрешения вопроса, вот этой самой верноподненческой вопроса, верноподненческой присяги. Как относилось духовенство к императору во время его заточения? Ведь с марта 17-го года по июль 18-го года, когда он был убит вместе со своей семьей, там чуть ли не больше года, почти полтора года прошло. Как духовенство реагировало на арестованного императора? Тем более, что заседал поместный собор, ну с августа 17-го года по сентябрь 18-го года, работал в Москве поместный собор, то есть высший орган церковной власти. И как в этих условиях, и как реагировал собор на арест Николая II? Я долго искал хоть какие-то свидетельства, практически ничего не нашел. Ну, нет, нашел, конечно. В общем, собор никак не реагировал на арестованного, на содержание императора под арестом. Просто не вспоминали. Стали вспоминать уже в июле, когда в июле 17-го, в июле 18-го или там в августе 18-го, получив известие об убийстве императора. Вот тогда, да, тогда что-то начали обсуждать. А до того, я смотрел многотомные деяния поместного собора, все, что опубликовано, там стенограммы собора, нигде ничего нет. Более того, народ писал обращение, письма, значит, поместному собору, что как-то глава церкви, император находится в заточении. Вы сделаете, там, дорогие отцы, там, члены поместного собора, сделайте что-то, хоть что-то. Но, значит, реакции собора никакой не было. Более того, когда большевики арестовывали епископов, например, Нестора Анисимова, ну, просто какой-то рядового епископа, не епископа Камчатского причем. То есть, абсолютно какой-то рядовой епископ и даже какой-то с дальней окраины. То есть, ни архиепископ, ни митрополиток. Значит, весь поместный собор устроил особое заседание, обсуждая вот этот вопрос. Было большевикам московской власти, значит, направлено депутация, было обращение. Причем по всем церквям была установлена необходимая молитва об освобождении этого епископа Нестора. То есть, целый комплекс определений был поместный собор. И в итоге большевики отпустили этого епископа. Аналогично, большевики арестовали Карташова Антона Владимировича. Это, значит, последний обер-прокурор синода при виреемом правительстве. Он же стал министром исповеданий. Ну, в общем, занимался духовными делами при виреемом правительстве. В общем, контактировал с духовенством. Но это был непосредственно светский человек. Он был профессор Петроградской духовной академии. Соответственно, его тоже арестовали. Так вот, и поместный собор, опять же, практически такой же, ну, вот там, кроме молитв, значит, тоже комплекс мер принял, чтобы освободить Антона Владимировича. Ну, а он был членом поместного собора. То есть поместный собор неустанно заботился о своих, скажем, или о духовенстве, или о епископе, или, так сказать, о министре исповеданий. Но император находился под арестом. И его просто вообще, просто никак вообще не звучало в постановлениях поместного собора. И, соответственно, такая реакция там очень красноречива. А когда император был убит, было объявлено об этом, значит, ну, без убийства семьи, а семьи еще, убийства семьи никто не знал. Но на соборе было проведено отдельное совещание по этому поводу. А совещание посвящено такому моменту. Стоит ли служить по императору Панихиду? Звучало, какие доводы, что, ну, император, он же просто, так сказать, что, во-первых, слово помазник вообще не звучало. Что тебе сказать? Стоит, ну, как бы, это будет политический акт, если мы будем молиться о глубинном императоре, то это духовенство, в смысле, большевиками будет расценено, ну, власть будет расценена как политический жест. А мы, церковь, мы вне политики, поэтому молиться не должны. А кто-то, ну, понятное дело, что говорил, что надо молиться. И в итоге состоялась все-таки Панихида с вспоминанием о бывшем императоре Николая II. То есть вот так вот, о бывшем императоре. Ну, а по, в общем, и больше никаких актов, в принципе, не было. Патриарх был поставлен вместо императора. То есть во главе православного народа вместо императора был в ноябре 17-го года, уже при большевиках, поставлен патриарх. И, кстати говоря, вот по результатам 17-го года, что мы имеем? Не стало императора, но появился патриарх. Вопрос, кому это выгодно? Понятно, что это выгодно духовенству, в первую очередь. Вот на пути, если рассматривать, так сказать, исторические события с точки зрения проблемы священства царства. А раз выгодно духовенство, ну, значит, так сказать, стоит и дальше продолжать исследование, каких-то позиций действий с точки зрения вот этой самой проблемы. Так вот, что происходит сейчас, все эти монархические глаголы, звучащие? Они призывают к тому, что, дескать, вот мы бы рады объединиться вокруг императора, но, поскольку императора нет, ну, давайте вокруг кого объединиться? Вокруг патриарха. Так вот, если даже сейчас духовенству, если даже сейчас появится царь, и там будет поставлен в той или иной степени, тогда, если церковь признает, что это сакральная фигура, как-то там помазает, осуществит как-то помазание на царство, то что такое? Опять же, встанет в полный рост вопрос, вместо царя в церкви. Значит, царь будет автоматически, как сакральная фигура, иметь церковные полномочия. То есть, опять же, для духовенства встанет вопрос участия императора, участия царя в делах церковного управления. Духовенству это надо? Конечно, не надо. Духовенство никогда, или там, патриарх никогда не отдаст свою власть никакому царю. Поэтому, то, что звучат эти глаголы, они звучат просто там, для привлечения внимания пасты к теме. Но не к этой теме, а к сакральности патриарха. Так вот, духовенство не для того, в 17-м году сургала царскую власть, чтобы сейчас ее восстановить. Так вот, мы не сказали. Вот этот комплекс мер, которые принял Святейший Синод в плане снятия вопроса о монархии, монархическом пути развития. То есть, послание утихомирующего народа православной пасты, главное вот это изменение, упразднение всех молитв по царской власти. То есть, вообще, звук молитвенный исчез с уст церкви. Вот это, опять же, момент с клетвопреступлением и другие еще там были мотивы, другие, точнее говоря, сюжеты. Вот, в совокупности, можно сказать, что духовенство, сняв вопрос в общественном политическом создании пасты о монархии, свергло царскую власть как институт. То есть, и народу оставалось вот там, какую республику, вот, пожалуйста, так сказать, выбирайте. То есть, духовенство в марте 17-го года свергло царскую власть как институт. В итоге, время правительства, там, 4-го марта, дало церкви, что она хотела, то есть, возможно, самоуправление, самоустроение. Вот, духовенство, в итоге, созвало поместь собор, там, установило патриарцию и так далее. А за это духовенство, прямо вот, как бы, согласно той договоренности, совершило, то есть, утихомирило пасту, издало соответствующее послание, изменило молитвенные, самые, благословенные чины и другие меры необходимые, значит, так сказать, сглез покоемов. И, кстати говоря, Керенский объявил Россию республикой 1 сентября 17-го года. Ну, понятно, он для этого полномочий никаких не имел, поскольку, опять же, учительное собрание только имело, должно было иметь полномочия об установлении образа правления. Керенский, вопреки воле, точнее, даже до созыва учительного собрания, вот он объявил Россию республикой. Это было, повторюсь, 1 сентября. А Синод фактически провозгласил Россию, ну, народовластной страной, уже вот в первых числах марта, что у нас нет монархии, только не монархии, звука даже молитвенного не должно быть о царе на богословениях. А, так сказать, вот уже благословляется какой-то новый путь, там, воля Божественной, и Россия свершилась на Россию, как говорилось в послании, что Россия вступила на путь новой государственной жизни. То есть, Синод фактически установил республиканское правление, ну, и народовластное правление, было в баксоидных текстах, уже в первые дни 17-го года. Структура, скажем так, греха есть, так можно сказать. Сначала грешит у человека душа, а потом грешит тело. Так вот, тело было, то есть, светская власть объявила Россию республикой 1 сентября, но сначала это духовное тело, скажем так, молитвенный звук был снят Синодом о царе. То есть, это сначала согрешило, скажем так, Синод, душа, можно сказать, духовенство, а потом это уже вылилось уже в оплоть в объявлении России республикой 1 сентября. Синодом о царе. 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 Синодом о царе.